Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Звон скорби по жертвам войны. В городе отметили трагическую дату начала Великой Отечественной. Время ярких побед. В Беларуси стартовали вторые европейские игры. Диагностика инфекции на уровне ДНК. В Бобруйске осваивают новые методы выявления опасных заболеваний. От развития экономики до увеличения зарплаты. В городе утвердили план ускоренного развития Бобруйска и района. Ювелирное вождение тяжелой техники. В Бобруйском районе прошел ежегодный конкурс профмастерства. Покажем, кто они золотые пахари. День памяти и скорби. 22 июня 41-го. Одна из самых трагических дат в истории Беларуси. 78 лет назад ранним утром нацистская Германия напала на Советский Союз. Первым удар врага принял гарнизон Брестской крепости. Наша страна вступила в смертельный бой с коварным, жестоким и беспощадным врагом. Великая Отечественная унесла жизни каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная, полуразрушенная страна не сдавалась. После окончания войны Беларусь долгие годы восстанавливалась от разрушительных потерь. И до наших дней страна свято чтит память о жертвах фашизма, подбеге героев и мужестве людей, которые жили в тяжелое время и отдавали все, чтобы приблизить День Победы. Сегодня белорусы мысленно возвращаются в прошлое. В стране прошла патриотическая акция «Звон скорби». Лейтмотив митинга реквиема – остановиться, помолчать, почтить память павших. Акцию поддержали и в Бобруйске. Внимание! Говорит Москва! 22 июня 1941 года голос Юрия Левитана объявил советским гражданам о начале войны. Это сообщение о вероломном вторжении фашистов на территорию СССР перевернуло жизни миллионов. С первого дня Великой Отечественной Беларусь стала ареной самых крупных битв. К сентябрю 1941-го вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Долгие три года наша земля изнывала под гнетом нацистов. На алтарь Великой Победы Беларусь принесла миллионы жизней своих граждан. Война разделила жизнь на до и после. Она не обошла ни одну семью, поэтому наши люди хорошо знают цену завоеванного мира и трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной. Сегодня мы мысленно возвращаемся в прошлое, чтобы почтить память жертв. На рассвете в Бобруйске состоялась акция «Звон скорби». На территории крепости прошел митинг-реквием, посвященный трагической дате. Мемориалы и памятники, установленные в городе, напоминают нам о добре и милосердии, о том, как важно ценить и оберегать мир. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной у братской могилы собрались сотни граждан, молодежь, общественность, представители трудовых коллективов и епархии, воины Бобруйского гарнизона и руководства города. В нашей памяти, в наших сердцах навсегда сохранится подвиг людей, который отдал свою жизнь, который освобождал наш город, освобождал страну, освобождал фактически весь мир от фашистской нечисти. Поэтому на мировой арене и до сих пор Беларусь остается миролюбивой державой, которая пропагандирует только политику миролюбивого поведения. У мемориала возложили сотни цветов в память о бесчисленных жертвах, о бесстрашии, мужестве и доблести тех, кто не сдался, выстоял и победил. Акцию продолжила всеобщая минута молчания. Она остановила движение транспорта ровно в 12.15. Во всех храмах Бобруйска прозвучал колокольный звон. Участковых освободят от части пациентов. При разводе семьям будут предлагать услуги медиации и в интернете, на участке или дома. Беларусы смогут присоединиться к переписи населения тремя способами. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. Беларусы смогут поучаствовать в переписи 2019 тремя способами. Впервые жители нашей страны будут заполнять опросные листы самостоятельно через интернет. Второй способ – посетить один из стационарных участков. Третий – ждать визита переписчика на дому. Опросные анкеты будут включать 49 вопросов, в том числе о семейном положении, родственных отношениях, непрерывности проживания в населенном пункте, языке, родном и используемом в повседневной жизни, образовании, работе, планировании рождения детей, имеющихся в земельных участках. Перепись населения, напомню, пройдет с 4 по 30 октября нынешнего года. В Минздраве работают над устранением проблемы очередей в поликлиниках и повышением доступности консультативной помощи. Специалисты ведомства обсуждают вопрос о том, как изменить логистику движения пациентов, чтобы разделить потоки хронически больных и тех, кто обращается за помощью в поликлинике нечасто. Среди нововведений, которые смогут помочь увеличить доступность узкоспециализированной помощи, Министерство здравоохранения рассматривает возможность использовать для консультирования приемные покои многопрофильных больниц. Принятие новой редакции жилищного кодекса в Беларуси потребует внесения изменений в более чем сотню документов. Все, что противоречит кодексу, подлежит либо корректировке, либо отмене. В частности, вносятся поправки и дополнения в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Изменения конкретизируют виды ЖКУ, критерии, их качество, права и обязанности потребителей и поставщиков. Это расширит возможности граждан для защиты своих прав. Ожидается, что осенью депутаты примут проект документа во втором чтении. При разводе суды и ЗАГСы будут в обязательном порядке рекомендовать супругам воспользоваться услугами медиации. За такое нововведение проголосовали депутаты парламента в первом чтении. Законотворцы считают, это предоставит возможность найти варианты компромисса и смягчения острых углов. Вследствие участившихся случаев распада браков предполагается, что такая мера позволит сохранить важный для общества институт брака. К слову, обращение к медиатору будет добровольным. Супругов лишь будут информировать о том, что такая процедура может быть использована. Аналитики агентства Турстат составили рейтинг лучших городов и стран для гастрономических туров и путешествий летом. Список составлялся на основе опроса. Его тема куда лучше отправиться летом для изучения местной гастрономии. В рейтинг 10 популярных стран, городов и регионов вошли Санкт-Петербург, Грузия, Татарстан, Беларусь, Италия и Франция. Лучшим городом для гастрономического тура был признан Петербург. За него проголосовали 16% путешественников. Грузия также получила 16% голосов, Армения – 10% за Беларусь, Италию и Францию. Отдали голоса 6% опрошенных. Развивать экономику, улучшать условия жизни и увеличить зарплату. Еще в марте в рамках поездки в Барановический район президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение навести порядок в 11 регионах республики. Перспективный список попал наш город и район. Кстати, контролировать выполнение комплексного плана в нашем регионе будет вице-премьер Владимир Дворник. Бобруйск – седьмой по величине город Беларуси. Регион, живущий по законам мегаполиса и один из самых благоустроенных уголков республики. Значимый индустриальный центр, бизнес-сектор с выгодным экономико-географическим расположением и развитыми транспортными коммуникациями. В ближайшие два года в нашем регионе будут расставлены акценты на ускоренное социально-экономическое развитие. Главная цель комплексного плана – достижение достойного уровня и качества жизни жителей города и района и увеличение оплаты труда. К 2020-му средняя зарплата должна быть не меньше 1000 рублей. Комплексный план затрагивает все сферы деятельности и направлен в целом на комплексное развитие. Но, безусловно, конечной целью, задачей данного плана является ускоренное развитие города Бобруйска и повышение благосостояния жителей города. На этой неделе в наш город съехались представители органов управления из области и республики. На заседание озвучили ключевые задачи комплексного плана развития на ближайшие два года. Потенциал у Бобруйска есть. Главное – повысить конкурентоспособность в тех сферах, где есть реальные преимущества. Фундаментом успешного развития должна стать экономика. Потому в промышленном секторе упор на модернизацию и техническое переоснащение производств, увеличение выпуска востребованной, высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции, ее грамотная реализация. Для наращивания промышленного потенциала города значимый эффект принесут ключевые инвестиционные проекты. Они будут реализовываться на Белшине, Беларусь, Резинотехнике, Красном пищевике, Коверпро и ряде частных компаний. Бобруйск мебель, кстати, присоединится к Пинск-Древ. Что касается агропромышленного комплекса, то здесь внимание сосредоточат на развитии сельского хозяйства. Точки роста, увеличение объемов производства продукции, поголовья крупного рогатого скота, заготовки кормов и удоя молока. В плане задач обновления техники, реконструкция молочно-товарных ферм и реализация инвестиционных проектов. А еще в списке целей пополнить кадры. Кстати, на неделе признанные механизаторы сельхозпредприятий района показали свое профессиональное мастерство и трудовые навыки на вспашке почвы. Над полем вблизи агрогородка Ковали поднялись клубы пыли. Участники боролись не только за звание золотых пахарей, но и за возможность представить наш район на следующем этапе состязаний. Областной конкурс пахарей имеет 20-летнюю историю. За это время изменились технологии, но осталась важной умелая работа с плугом. И несмотря на разные пахотные инструменты, судьи подчеркивают, это не повод делать скидку. Мария Бересневич убедилась, пахать можно красиво. Андрей Орех проверяет своего американца Джон Дира. Механизатор, СПК-гигант, неоднократный победитель конкурса пахарей. Это неудивительно, ведь в отрасль сельского хозяйства мужчина пришел сразу после школы. Признается, заценула. Остался по сей день. На поле без преувеличений Андрей один из лучших. Но скромничает, говорит, формулы успеха у него нет. Да никакого у меня хуже не могу. Как умею, так и пошел. Привычка просто уже. Тянет к земле и все. В поле иностранец борется наравне с белорусами. Коллега Андрея Михаил Чернов крутит баранку отечественного трактора. У этой машины меньше лошадей под капотом, но это не самое главное. Здесь важна ювелирная точность. Нужно чувствовать технику и любить свое дело. Самое сложное – это первый раз проехать. Первую борозду открыть. А потом уже легко. Ну, как бы без сельского хозяйства пропали, наверное. Как бы оно должно подтягивать краину нашу. Перед каждым механизатором, а их в этом году семь, стоит задача за 90 минут превратить 40 и 20 соток земли в свежую пахоту. При этом важно учитывать все критерии оценки жюри. А это глубина вспашки, ровные ряды и формирование гребней. Кстати, этот конкурс для некоторых участников даже своего рода боевое крещение. Приходит много новых механизаторов, которые не знают, как делать. А вспашка – это один из основных моментов на пахоте. От того, как будет вспахано, подготовлено поле, так и дальше будет зависеть дальнейшая работа. Перед аграриями Бобруйского района сейчас стоят серьезные планы – получить 40 тысяч тонн жатвы. В сравнении с прошлым годом увеличивается сев озимых культур. Под урожай 2020 года он должен занять 14 тысяч гектаров. По-прежнему приоритетными остаются третикали, рожь, пшеница, рапс и сурепица. Конечно, хотелось бы в первую очередь получить более высокий урожай, чем в прошлом году. Но погода опять не радует, опять засушливые условия. Надеемся, что пойдут дожди, и мы все-таки сможем получить тот урожай, запланированный, на который рассчитываем. Впрочем, механизаторы сельхозпредприятий района к бою готовы. В ближайший месяц они будут применять мастерство при сборе урожая. Кстати, Андрей Орех и Михаил Чернов в своих категориях взяли звание золотых пахарей. На следующей неделе они представят наш район на областном состязании в Чаусах. Кроме денежных премий и подарков, приятным бонусом к зарплате механизаторов станет и годовая 25-процентная надбавка, как стимул растить хлеб с любовью. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вернемся к комплексному плану. Повторюсь, он затрагивает все сферы города и района. К 2020 году будет развиваться транспортная инфраструктура. Отремонтируют дороги, увеличится количество маршрутов, будет корректироваться расписание движения, обновится парк автобусов, троллейбусов. Кроме того, предполагается оснастить междугородние автобусы и автовокзал точками Wi-Fi. В целом повысится комфорт перевозок. Еще в 2019 году в городе и районе планируется ввести в эксплуатацию без малого 90 тысяч квадратных метров жилья. Жилищные условия улучшат 203 многодетные семьи. При этом будут создаваться благоприятные и комфортные условия для проживания, повысится качество коммунальных услуг, а затраты на них снизятся. Увеличатся объемы капитального ремонта жилфонда и объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Намечено строительство станции обезжелезования, модернизация котельных, замена сетей теплоснабжения. Будет совершенствоваться система обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Кроме того, в многоквартирниках поменяют старые лифты и светильники. В Бобруйске и так большое внимание уделяется развитию здравоохранения и укреплению материально-технической базы. В городе внедряются современные информационные системы и повышаются стандарты оказания медпомощи. С начала 2018 и до сегодняшнего дня на медоборудование потрачено более 5 миллионов рублей. Современный рентгенаппарат, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, электрокардиографы, дефибрилляторы, УЗИ-аппараты и видеогастроскопы. Внедряются системы электронных рецептов и формируется электронная база амбулаторных карт пациентов. И это еще не все. В Бобруйске открылась современная лаборатория. Теперь медики на самые ранние стадии и в кратчайшие сроки могут выявить инфекции, передающиеся половым путем. В первую очередь это позволит избежать рисков выкидыша и уберечь здоровье малыша и будущей мамы. Как это работает, насколько актуальна проблема для нашего города, разбиралась Ангелина Декон. Анастасия на четвертом месяце беременности. К рождению второго ребенка Бобрученко вместе с супругом готовилась тщательно. В столичной клинике проходили обследования, в том числе и на наличие различных инфекций. Пропивали курс витаминов. Девушка уверена, даже при соблюдении всех мер предосторожности и доверия к партнеру проверка необходима. Любые инфекции и заболевания влияют на развитие ребенка, на его формирование и мозга, и органов. Поэтому это очень важный аспект для планирования семьи, для рождения здорового ребенка. С момента постановки на учет у каждой будущей мамы еще в консультации берут необходимые биологические образцы для анализа на венерические заболевания. Раньше на постановку диагноза уходила неделя. Образцы отправлялись в Могилев. Но в этом году ПЦР-исследования начали проводить и в Бобруйске. Срок – один день. Тест находит кусочек ДНК, многократно его увеличивает. Благодаря вот этой методике ДНК-возбудителя находится в биологическом материале пациента, выделяется. И мы видим, болен человек этой инфекцией или нет. Из инфекций, передающихся половым путем, мы можем выиметь хламидию, уриоплазму, микоплазму, трихомонаду, гонорею, герпес первого и второго типа. Также стриптококк можем определить. У нас цитомегаловирусную инфекцию. Ежемесячно в лаборатории проводят более 200 исследований. По статистике, у каждой десятой различные инфекции. Из тех, что передаются половым путем, в топе – хламидиоз. Носители и женщины, и мужчины. Причем, вопреки стереотипам, социальный и семейный статус зараженных разный. Заболевания, передающиеся половым путем, могут быть у любой женщины, которая не в браке, у которой несколько половых партнеров. Женщина, находящаяся в браке, да, это не гарант того, что у нее нет заболеваний, передающихся половым путем. Инфицирование может происходить при первой половой жизни. Почему в 21 веке, когда информация о любых заболеваниях доступна, эти инфекции актуальны? В качестве экспертов в этом вопросе выступили горожане. Половые связи очень доступны, наверное. И если, вот мой возраст, например, мы очень осторожно к этому были, то сейчас молодежь партнеров меняет очень часто. Люди как бы не следят за собой, они, получается, так сказать, ложатся в постель с разными людьми и не следят. Не думают о последствиях, не думают, что действительно могут быть какие-то действительно винические заболевания. По-вашему, как от этого можно защититься, вот уберечь себя от подобных неприятностей? Ну, пользуются контрацептивами и выбираясь нормальным партнером, может. Ну, доверяясь партнеру, то есть не с первым попавшим ложиться, а найти нормального какого-нибудь, который уже долго знаешь. Специалисты заверили теперь, благодаря новой лаборатории, на ранней стадии можно вылечить инфекцию одно но. Прием антибиотиков во время беременности не самое лучшее дополнение к рациону будущей мамы. Но без них увеличивается риск выкидыша или других негативных последствий. Вирус герпеса, к примеру, вот чем он чреват? Вирус герпеса, ну, это также ребенок получит от мамы, потому что больше никак он ее не получит. Чревато герпес же это не только высыпание, как мы привыкли видеть, да. Это могут быть и генерализованные инфекции, могут поражаться и внутренние органы, и почки, и головной мозг. Поэтому своевременное выявление, ну, тоже важно как для ребенка, так и для мамы. В качестве гаранта медики советуют и мужчинам, и женщинам периодически проходить обследование и соблюдать культуру половых отношений. Для супругов быть верными партнеру. При желании срочный анализ можно пройти еще во время планирования беременности, но на платной основе. Лаборатория находится в Бобруйском роддоме. Ангелина Дюкун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В Латвии приняли закон о запрете ношения советской и нацистской военной формы, а в Новой Зеландии власти выкупают у населения полуавтоматическое оружие. В Канаде не утихают масштабные природные пожары, а председатель КНР впервые за 14 лет приехал в Северную Корею. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. В Канаде не утихают масштабные природные пожары. В провинции Альберта возгорание не удается локализовать почти месяц. Огонь охватил сотни гектаров леса. Он подбирается вплотную к населенным пунктам. Свои дома покинули свыше 9 тысяч человек. К эвакуации по первому требованию готовятся жители еще нескольких районов. Тем временем стало известно о виновнике крупнейшего пожара в истории Калифорнии. Он выплатит штраф в миллиард долларов. Ответственность за прошлогодние возгорания, которые возникли из-за сбитых опор линий электропередач, признали американскую энергетическую компанию. Напомню, пожар унес жизни 85 человек. Пламя уничтожило более 14 тысяч домов. Площадь выгоревшей территории превысила 620 квадратных километров. Аналитики с интересом ожидают результатов переговоров Си Цзиньпина и Ким Чун Ина. Это первый визит руководителя Китая в КНДР за последние 14 лет. Однако не первая встреча между двумя нынешними лидерами, которые четырежды встречались в Китае. Ожидается, что стороны обсудят застопорившийся процесс сокращения ядерного арсенала корейского полуострова, а также экономические вопросы. Китай – основной торговый партнер КНДР. Как замечает New York Times, Пхеньян и Пекин постараются извлечь из встречи максимальную выгоду. Когда распространились новости о неожиданном визите Си Цзиньпина в КНДР, президент Дональд Трамп позвонил китайскому лидеру и объявил о расширенной встрече с ним на саммите G20. Власти Новой Зеландии выкупят у населения полуавтоматическое оружие, на которое в апреле был введен запрет. На эти цели выделено 136 миллионов долларов. Сдать запрещенное оружие новозеландцы должны до 20 декабря этого года. Напомним, использование в регионе штурмовых винтовок и боевого полуавтоматического оружия было запрещено после теракта в мечетях Крайсчерча. 25 марта там погибли 50 человек. Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект о запрете ношения советской и нацистской военной формы на массовых мероприятиях, включая День Победы. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 700 евро для физических лиц и 7100 евро для компаний. Под запрет попали также нацистская свастика, знаки СССР, серпа и молота, флаги, гербы и гимны СССР и Третьего Рейха. Нововведение вступит в силу 1 января. Тысячи людей встречали рассвет около Стоунхенджа. Это один из самых известных в мире памятников неолита и бронзового века. Он находится в графстве Уилшир в Великобритании. Туристы наблюдали, как самая короткая ночь встречается с самым длинным днем года. Это праздник летнего солнцестояния, который на протяжении тысячелетий имел огромное значение для всех народов. По словам участников церемонии, каждый год только 21 июня солнечные лучи концентрируются точно в центре гигантского каменного круга, построенного в третьем тысячелетии до нашей эры. Памятник и его окрестности включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Вторые европейские игры в Минске официально открыты. Грандиозная церемония на стадионе «Динамо» завершилась ночью. Свидетелями поистине яркого события стали больше 20 тысяч человек на трибунах и миллионы у телеэкранов. Чтобы виртуозно наполнить чашу спортивного объекта музыкой и эмоциями, у организаторов ушел практически год подготовки. Стадион «Динамо» переоборудовали в концертную площадку на протяжении 26 дней. Красивая легенда о цветке папоротников современной интерпретации. Трехчасовое шоу как краткий гид по истории и духовным традициям нашей страны для иностранных зрителей. За церемонией следили в 140 странах на всех континентах. Впереди 8 горячих, как огонь, вторых европейских игр соревновательных дней. На разных площадках спортсмены разыграют 199 медалей в 15 видах спорта. Мы ждали этого 4 года. Серьезная подготовка и сотни репетиций. Наконец, этот момент настал. Беларусь встретила вторые европейские игры. Стадион «Динамо» видел многое, но это просто невероятно. Десятки миллионов людей у экранов телевизоров, 22 тысячи зрителей на трибунах, более 500 артистов, звезды мировой величины. Уникальное шоу об истории страны в нескольких художественных блоках. Каждый из которых был посвящен какой-либо теме, преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны. Кстати, презентовали нашу культуру с помощью технологии дополненной реальности. Огонь спортивных сердец доставляли в Минск из Рима. Пылающий символ форума проделал путь в 7700 километров. Финальные метры на стадионе «Динамо» доверили семерке именитых белорусских спортсменов. Приготовься, Европа! Настало время ярких побед! Более 4000 спортсменов из 50 стран, 23 дисциплины по 15 видам спорта. На протяжении 10 дней атлеты будут выяснять, кто самый лучший на европейском континенте. На мультиспортивном форуме представлять Бобруйск и защищать цвета белорусского флага по 6 видам спорта будут 13 наших земляков. По балете поддержать спортсмена в городе на Березине можно на специализированной площадке, которая разместилась в центре города. Десятки футкордов! Незабываемая спортивная атмосфера праздника! На 10 дней стадион имени Александра Прокопенко превратился в огромную фан-зону с главного континентального события года, вторых европейских игр. Организаторы подготовили для горожан массу всего интересного. С уверенностью можно сказать, бобручанам не дадут скучать. Каждый из нас сможет стать частью этого спортивного торжества. Открылась фан-зона в городе Бобруйске. Я тоже стану частью этого большого спортивного праздника. Буду, надеюсь, одним из самых активных болельщиков. Сегодня и на протяжении всех дней бобручане могут получить удовольствие не только на экране, посмотреть самые интересные моменты, но и поучаствовать в интересных интерактивных играх, спортивных конкурсах, попробовать белорусскую кухню. Задолго до начала церемонии открытия на фан-зону начали подтягиваться болельщики. Сотни людей окунулись в атмосферу праздника. Кто-то приходил один, кто-то с друзьями, но некоторые пришли целыми семьями. Мы спросили, какие эмоции испытывают горожане, за кого будут болеть и как будут поддерживать спортсменов. Я уверена, что на высоком уровне наша страна обеспечит проведение европейских игр. Фан-зоне нравится вообще? Да, нравится. Мы всегда за здоровый образ жизни, мы всегда все поддерживаем, везде участвуем. Мы только за. Это хорошее настроение, хорошая атмосфера. Для детей, вон, сколько всего хорошего придумали. Есть чем ребенка занять. В Минске как бы фан-зон, и все это можно смотреть, наблюдать. Можно приехать туда, купить билеты. Там это все вживую смотреть. Я буду болеть за наших, конечно же, болеть. Там, может, какие-то другие спортсмены будут достойны выступать. Может, за Кота в отдельности. Я буду болеть за нашу страну. Желаю им удачи и хорошей игры. Я буду болеть, конечно же, за Беларусь, потому что это наша родина, и я люблю Беларусь. Грациозные леди в шляпах, настоящие гусары, древние римляне и, конечно же, бобруйские евреи. Калорийность празднику придали актеры театра имени Дунина Марцинкевича. Фотографии и улыбки никто не смог пройти мимо такой красоты. Но если вы еще не обновили свой Инстаграм неповторимыми снимками, тогда поспешите. С бобруйские фан-зона приходите. На стадионе имени Александра Прокопенко. Пожалуйста, велкам. Напомню, фан-зона будет работать на протяжении всех европейских игр по 30 июня. Концертные марафоны, выступления лучших артистов города и много сюрпризов для горожан и гостей. Приходите и станьте частью грандиозного праздника. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Со свете талантов. С 28 по 30 июня в Бобруйске пройдет юбилейный 15-й фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Международный форум стал визитной карточкой города на Березине. За его историей участниками стали около 300 коллективов из 43 стран пяти континентов. Тысячи исполнителей демонстрировали самобытные песни и танцы, сохраняющие традиции народной культуры своего региона. А как международный фестиваль пройдет в этом году? Анонс подготовила Людмила Любимцева. Этнический колорит, национальные костюмы и народное творчество. Через несколько дней в городе на Березине стартует популярный международный форум. В этом году он отметит свое 15-летие. Весьма символично. Участие в фестивале «Венок дружбы» подтвердили 15 стран. В том числе Аргентина, которая впервые представит свою культуру в Бобруйске. Ожидается приезд порядка тысячи человек. Главной концертной площадкой по традиции станет Бобруйск-арена, где пройдут церемонии открытия и закрытия. В дни приведения форума горожан и гостей ждет большая насыщенная программа. Обычно центральная часть города будет самой такой динамичной. Из новых концертных программ у нас будет в этом году концерт на балконе, который организует Центр дополнительного образования детей и молодежи. Это площадка возле БГУ. Кроме того, у нас еще одна концертная часть. Я думаю, всем будет интересно. Это концерт «Поющая в погонах». Это коллектив из нашего Бобруйского города по чрезвычайным ситуациям. И очень здорово, что на проведение этого мероприятия откликнутся представители силовых структур. Традиционно в центре города раскинутся концертные площадки с участием коллективов художественной самодеятельности и звезд белорусской эстрады. Приедут Руслан Олихно, Ирина Дорофеева, Георгий Колдун и Александр Солодуха. Своим творчеством зрители порадуют юные танцоры из Центра Росквит и Колледжа искусств. К слову, уже много лет главным режиссером фестиваля «Винок дружбы» является легендарная Клавдия Лукашевич. По ее словам, в этом году творческая команда написала новый гимн форума, который прозвучит на ледовой арене. «Новые слова. Слова придумала Антонова Вероника, наш режиссер нашей гимназии колледжа. А музыку Игорь Ряшков. Он музыкант из Центра творчества, городского Центра творчества. Вот. Дальше восстановили некоторые вещи прошлых вот этих гимнов. Их же столько много было всех интересных. И «Слуги трех мус», и практически, и гимн этого «Шинаная», и «Урос». В рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка народных умельцев «Город мастеров». Традиционно он раскинется на социалке, где будет организована пешеходная зона. В Бавруйск приедут ремесленники со всех уголков Беларуси. На сегодня о своем участии заявили 330 человек. Многие горожане в рамках вот этих проектов и форумов могут встретиться и увидеть у мастеров что-то интересное, неповторимое. Приобрести себе для дальнейшей памяти, как символ в подарок фестивалю. И можно будет, скажем, ознакомиться с мастер-классами, которые проведут наши мастера. Кроме этого, в программе фестиваля «Венок дружбы» состоит существование лучших представителей трудовых коллективов, присвоение звания «Почетный гражданин города Бавруйска», а еще дегустации белорусских блюд. Запрошаем с марш на ести. Угощать горожан и гостей будут руководители предприятий. А в день празднования 75-летней годовщины освобождения пройдет парад воинов Бавруйского гарнизона и праздничный салют. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. И мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова